Десятки и даже тысячи сломанных судей, проблемы которых достаточно часто начинались, сказалось без обидных фраз. Я только попробую, от одной дозы ничего не будет. Наркотизация населения признана ООН одной из наиболее актуальных проблем для всего мира. Как противодействуем наркотикам у нас в регионе и как защитить от них молодежь. Сегодня эта главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель главного врача Гомельского областного наркологического диспансера Кирилл Остриков. Кирилл Львович, добрый день. Добрый день. Врач-психотерапевт Гомельской областной клинической и психиатрической больницы Владислав Селицкий. Владислав Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горосполкома Алина Кулаковская. Алина Егоровна, добрый день. Здравствуйте. И директор Гомельского государственного профессионального технологического лицея Александр Горлинка. Добрый день, Александр Александрович. Итак, проблема наркотизации. Кирилл Львович, вначале немного статистики. Насколько наш регион на фоне страны подвержен этой беде? Скажем, на каждые 100 тысяч населения в нашем регионе ежегодно выявляется в среднем 35 новых случаев наркопотребления. Это и зависимые люди могут быть, и те, которые попробовали впервые, но каким-то образом попали в поле зрения наркологов. В этом смысле наш регион второй после Минска. В остальных областях в значительно меньшем количестве выявляются наркопотребители. Но это, возможно, связано еще и с тем, что он и по размерам, и по количеству людей второй после Минска. Заметьте, я говорю о цифрах статистических, а не на 100 тысяч населения. То есть это сравнимо со всеми остальными областями. В Минске, например, эта цифра составляет 48 на 100 тысяч населения ежегодно. У нас 35. В остальных областях порядка 16-20-24 новых наркопотребителей ежегодно. То есть проблема для Гомельской области по-прежнему действительно особо актуальна. А вот этот тезис, чем больше населенный пункт, в первую очередь город, тем более актуальна проблема. Всегда действует стопроцентно? Ну, я бы не сказал. Возьмите хотя бы наш Светлогорск. Он значительно меньше по населению, чем город Гомель. Но там значительно большее количество наркопотребителей. И в том числе и выявляемость там больше. Тогда специалисты причинно-следственную связь каким образом обычно выстраивают? Не выстраивают. Мы работаем по проблеме. А почему распространенность наркотиков там или в другом месте больше, зависит от рынка сбыта, от наркоторговцев, от сложившихся каких-то внешних дополнительных условий. И в том числе способности противостоять, наверное, этой проблеме. Безусловно. Часто приходится слышать проблему наркотизации молодеют. Согласны с этим? Проблема наркотизации начинается, наверное, в молодом возрасте. Это правильно. Но в последнее время потребители несколько повзрослели. Это возраст 17-18 лет начала. А как это можно объяснить, Алина Егоровна? С одной стороны, вроде и хорошо, да? То есть не молодеет проблема, а значит и количество меньше подвержено. Ну, значит и проводится эффективная профилактическая работа. И она актуальна на данный момент. Однако мы можем сказать, что если потребление наркотиков взрослеет, то алкоголизация молодеет. Есть ряд эпизодов, случаи буквально из недавних эпизодов, когда есть дети попадаются с тяжелым алкоголем отравлением с 12 лет. Проблемы алкоголизации и наркотизации, они же по сути одна дорожка. Конечно, конечно. Поэтому так однозначно мы не будем говорить, что так уже взрослеет и так уже у нас стабилизируется очень хорошо. И у нас есть над чем работать, конечно же. Кирилл Львович, вот еще немного примеров. Самый молодой, самый взрослый пациент клиники, который обращался за помощью? Ну, несколько лет назад самый молодой был 14 лет. Что касается взрослых пациентов, здесь вот после 40 встречаются пациенты, которые обращаются за помощью впервые, имея достаточно большой стаж в потреблении наркотических средств. То есть это не значит, что они попробовали после 40 впервые, а просто дискомфорт догнал только к этому времени? Начинаются какие-то проблемы в жизни, в семье, с работой, в профессии. И люди обращаются за помощью, да. Владислав Станиславович, а вот как считаете, эффективно помочь прочь в молодом возрасте, либо уже, казалось бы, осознанному человеку 40 плюс? Я думаю, что в каждом возрасте свои особенности человека. И таким образом, прилагая непосредственно, зная свойства человека, свойства его психики, по-разному нужно и необходимо подходить. Например, если для молодого поколения характерно то, чтобы они ориентировались на авторитет. Например, в качестве авторитета может быть, допустим, тренер, отец, кто-либо еще. Значит, то тогда человек, который постарше, он может, например, больше ориентироваться в религиозную сферу. Именно смотреть на смысл жизни, на более серьезные вопросы. Кирилл Львович, что ваша статистика говорит? Кому проще помочь? Все-таки осознанному молодому человеку, ну, наверное, с более крепким здоровьем молодого организма, либо все-таки действительно осознанному, но, там, 40 плюс пациенту. Следует понимать, что чем старше проблема, тем больше потребуется усилий и со стороны самого пациента, и со стороны системы здравоохранения, чтобы помочь ему выкарабкаться из зависимости, и начать социализироваться, начать какой-то другой образ жизни вести. Скорее всего, от стажа наркотизации зависит. Время идет, меняются, безусловно, и наркотики. Какие из них сегодня вызывают особые переживания у специалистов? Ну, рынок изменился. На сегодняшний день по региону наиболее актуальны два средства. Это марихуана, которая наша родная, дикорастущая, и синтетические психостимуляторы, одним из которых является альфа-ПВП. О курительных смесях, спайсах, сказано, в том числе и в этой студии, немало. Сегодня проблемы с ними менее актуальны? Соглашусь с вами, пожалуй, да. Сегодня меньше выявляются, практически не выявляются эти вещества. А при химико-токсикологических исследованиях они практически не встречаются. На первое место действительно встали синтетические психостимуляторы типа альфа-ПВП. Владислав Станиславович, как психику здорового человека меняет даже небольшое количество наркотических веществ? Наркотики действуют на психику разрушительно. Даже иногда бывает, первый-второй прием может вызвать тяжелое психотическое расстройство, при котором необходима госпитализация, психиатрическую больницу. Если такого не происходит, то, конечно же, человек более подвержен стрессам. Значит, у него возникает тревожная симптоматика, депрессивное нарушение сна. Очень сильно сказывается на психике действие наркотиков в плане воздействия на волевую сферу. В результате человек не может правильно ставить цели, не может отказываться. Он стремится к наркотику, и несмотря на какие-либо уговоры и собственное понимание того, что этого не нужно, человек все равно идет и употребляет наркотик. Ведь он делает это чаще всего, рассматривая наркотик как мнимый помощник. Иногда это мнимый помощник для того, чтобы, может быть, расслабиться, уйти от проблем, может быть, забыться. Может быть, употребление наркотиков так же, как бравада, например, употребляя перед своими сверстниками, например, человек употребляет. По-разному может быть. Наркотики тесно связаны с преступностью, на что только не толкает потребность в дозе. Алина Егоровна, скажите, вот отсюда и значительная доля правонарушений в молодежной среде региона. Я бы сказала, что естественная зависимость провоцирует преступность, а преступность провоцирует зависимость. Я думаю, что коллеги со мной согласятся. Скорее всего, да. Естественно, ну сказать, что у нас уже рост преступности по линии наркоконтроля, мы не можем сказать. У нас 8 к 1, то есть снижение. Но мы не должны успокаиваться, потому что вообще это направление, оно очень латентное, ну достаточно латентное. И хотя наркоконтроль работает оперативно, но тем не менее факты такие у нас имеют место быть. Несовершеннолетних, которые квалифицированы на преступления по части, например, 3, 328 статьи. О каких чаще всего правонарушениях идет речь? Ведь употребление наркотиков это все-таки толчок еще к каким-то преступным действиям достаточно часто, да? Отсюда там драки, кражи. Кражи, в основном кражи, естественно, у нас провоцируется этим. Ну и распространение, употребление наркотиков. Вообще проблема чаще всего касается неблагополучных семей и детей оттуда. Мы вот с Александром Александровичем можем вам сказать и да и нет одновременно. Потому что один и тот же эпизод у нас, мы знаем, вот сейчас у нас общий один эпизод есть. Все у нас здесь общее, потому что это наш город, естественно. И поэтому мы можем сказать, что есть у нас ситуация, когда ребенок не справился, например, да? Употреблял полтора года препараты альфа-ПВП и лечился. Ему лечение оказывалось и реабилитация комплексная, и по программе сопровождения он с ним работали. Но, тем не менее, зависимость его увлекла, и, естественно, сквалифицировано преступление. По 328-й часть 3-я и грозит очень достаточно большой срок. Но я еще к тому, что зрителям, которые нас смотрят, самоуспокаиваться не стоит. Проблема касается, как в известной фразе, даже тех, кого не касается. Речь и про благополучное семей. Вот, например, я не скажу о благополучии, но я скажу о том, что кажущаяся и несовершеннолетняя также, также она является подозреваемой по вот этой статье. Она, конечно же, причиной тому является, она также наркопотребитель, но по ее внешнему виду никак не сказать. Приятная, милая девушка, очень симпатичная, спокойная, кроткая, корректная, можно сказать. Но, однако, там глубже корни, там действительно есть семейное неблагополучие, потому что утрата матери была, и не хватило, возможно, ребенку внимания. Но на тот момент, когда нужно было. И такие вот последствия, поэтому имеет место быть. Александр Александрович, подключайтесь к разговору. Вы, как руководитель ЛИЦЕ с серьезной волной наркотизации, если я не ошибаюсь, столкнулись впервые в 2015 году. Как вспоминается сегодня это время? Не растерялись? Да нет. В 2015 году действительно Республика Беларусь, сопредельные страны, захлестнула проблема употребления спайсов, курительных смесей так называемых. Но, к сожалению, наше учебное заведение тоже столкнулось с этой проблемой. Речь о фактах распространения или употребления? Ну, были факты и употребления, были факты и распространения. В первом случае молодые люди в компании сверстников попробовали один раз, второй раз этот синтетический наркотик. И практически после второго-третьего раза наступило привыкание. И они в дальнейшем продолжили употребление наркотиков. А кто-то из молодых людей, пользуясь ситуацией, захотел поиметь легких денег. И стали выступать в качестве закладчиков распространителей наркотиков. Но на сегодняшний момент все эти молодые люди осуждены. Сегодня наверняка анализируете ситуацию. Говоря о судьбах ребят, которые были тогда, в 2015-м, в центре внимания. Что с ними сейчас? На сегодняшний момент они осуждены по 328-й статье. В зависимости от тяжести преступления они получили разные сроки наказания. Кто-то получил условный срок, кто-то получил захоронение от 2 до 5 лет. Но есть случаи, когда парень получил 8 лет. На сегодняшний момент он находится в местах лишения свободы. Можно ли сегодня сказать, что вот эти примеры невыдуманной истории стали по-настоящему эффективной профилактикой для ребят, учащихся лицея? Ну, в какой-то степени да. Но и в то время мы применяли еще другие направления. Такие, как молодые люди, которые имели проблемы с законом, либо же с поведением. Мы их направляли на открытое заседание суда. Где были осуждены подростки, их сверстники, либо друзья по 328-й статье, либо по другим статьям. И они вживую видели, что вот вчера они играли во дворе, а сегодня их друг находится на скамье подсудимых, и ему грозит там 7-8 лет. Это действительно для них оказывает определенный эффект. Также мы практиковали такие направления, которые не всегда находили поддержку со стороны родителей, когда наши учащиеся посещали СИЗО. Они видели, что откроется за стенами здания, что это абсолютно не какая-то тюремная романтика, что там на самом деле. И некоторые, выходя из этих стен, приходили ужас. И я скажу так, что молодые люди, их сухие факты их не тревожат. Им нужна информация, которая вызывает эмоции. Только таким образом они способны думать, способны делать определенные выводы. Алина Егоровна, вот Александр Александрович говорил, 8, 10 и даже более лет за употребление, распространение наркотических средств. В Беларуси действительно по-настоящему жесткие меры, связанные с предотвращением. Вы вот как мать и как руководителя, как считаете, не перебарщиваем ли мы в вот этой мере ответственности? Знаете, что я хотела бы сказать, что подтвердят коллеги, потому что в 2015 году это была действительно разумная, адекватная мера. Потому что нужно было принимать жесткие меры, чтобы это все предупредить, предотвратить и остановить. А как заставить задуматься? Вот Александр Александрович проговаривал, как все это происходило. Когда дети, несовершеннолетние, посещают, например, следственный изолятор и видят глаза, например, того, кто только что недавно учился с вами, но нужно отметить, что следственный изолятор, то есть дети осознавали не прямо, не в тот момент, когда они были помещены в следственный изолятор, а через какой-то период времени. Вот тогда уже наступает осознание, что наказание неотвратимо, и оно действительно жесткое. Сроки большие. И тогда уже ни слезы матерей, ни его личные слезы, этого несовершеннолетнего, ни желание рассказать о том, что все было, про всех, обо всем, с кем он все это употреблял, все эпизоды вспомнить, обо всем все рассказать. Ни адвокаты, ни участие каких-то общественных организаций никак не могли повлиять на законность, неотвратимость закона. Это одна сторона медали. И все-таки, Александр Александрович, это далеко не все, как при помощи интересных практических занятий, которых все больше, а как при помощи спорта и творчества стараетесь работать с проблемой? Да, я сказал, это крайние меры, которые были применены уже. Мы на сегодняшний момент работаем согласно нормативных документов, согласно государственных программ, которые предусматривают ряд мероприятий на профилактику негативных явлений. Это и проведение АГИД-бригад, и флешмобов, и конкурс видеороликов, конкурс плакатов, разные викторины, акции. Ежегодно, даже не ежегодно, раз в квартал мы приглашаем учебное заведение специалистов в различных направлениях, сотрудников комиссии, инспекции внешнолетних, сотрудников прокуратуры, МЧС, которые подробным образом нашим учащимся рассказывают о всех тех негативах, с которыми они могут столкнуться. Но это тоже действенная профилактика. Но я еще хочу сказать, что в каждом учебном заведении на сегодняшний момент в области, да и в республике, работают много спортивных секций, кружков художественной самодеятельности. Много возможностей предоставляют учреждение дополнительного образования, спортивные школы. И все это абсолютно бесплатно. Так что молодым людям есть куда пойти, есть чем заняться. То есть чем более будет занята молодежь, тем лучше? Ну, однозначно. Комиссия по делам несовершеннолетних в регионе более ста лет. Как за это время поменялись методы работы? Вот как чувствуете, буквально один-два примера, что наиболее эффективно сегодня? Ведь с молодежью из 50-х и сегодня совершенно по-разному нужно говорить. Ну, в первую очередь, молодежь нужно всегда слушать и слышать. Это первое. Когда есть взаимодействие, есть такие вот, скажем так, партнерские отношения. Чтобы у молодежи есть что сказать. Они достаточно прогрессивны, достаточно мобильны. Поэтому, естественно, используются технологии, например, ученического самоуправления, чтобы они активно предлагаются, их варианты развития мероприятий, подскажет Александр Александрович. Они сами предлагают, какие мероприятия будут проводить. Это им интересно. И сами участвуют в них. Потом, естественно, комиссия по делам совершеннолетних горосполкома практикует новый проект подросток в конфликте с законом. От конфликта к инклюзии, где будет рассматриваться подросток и в течение трех лет патронируется, сопровождается. И этот же ребенок, подросток, будет проводить мероприятие, равное выручает равного других подростков. То есть включаем подростков. И это им нравится. То есть вот это эффективные... То есть это уже давно не лекции и не разговоры и чтения? Все это мобильно, интерактивно, чтобы ребенок не как потребитель воспринимал информацию, а как активный участник. Таким образом, естественно, профилактический эффект будет наиболее точным. Вот одна еще достаточно классическая мера – постановка на учет. Насколько она сегодня, в 2020-м, актуальна? Что такое учет? Учет – это система мер, которая направлена на профилактику преступлений и правоношений в отношении этого несовершеннолетнего. Что такое система мер? Это правовые, социальные, педагогические, психологические мероприятия, в которые включается как несовершеннолетник, так и его, и включаются условия и причины, которые привели. То есть семья, окружение. Окружение – это те два человека, два подростка, которые важны именно для этого подростка. И мнение его важно. Это не срез 15 тысяч детей. Нет, это два, которые рядом. Речь идет о ребятах, которых государство временно взяло под особый контроль. Ну, и с которым инспекция по делам несовершеннолетних осуществляет индивидуальную профилактическую работу в соответствии с законодательством. Александр Александрович, вот тоже очень важный момент. О родителе, как чувствуете? Мы научили, как и каким образом, когда нужно реагировать, на что обращать внимание. Ведь от этого тоже эффективность работы вырастет. Мы тесную связь поддерживаем с родителями ежегодно на родительских собраниях. Мы приглашаем всех заинтересованных и комиссию по делам несовершеннолетних, и инспекцию, опять же, прокуратуру, МЧС, ГАИ, наркоконтроль, наркодиспансер, где подробным образом эти службы рассказывают родителям, с чем могут столкнуться молодые люди в той или иной промежуток времени, на что надо обратить внимание, как сделать, дают советы родителям, как поступить в той или иной ситуации. И я всегда проговариваю, что, уважаемые родители, значит, какую бы работу мы ни проводили, она может не принести должного результата, если в этой работе не будете вы участвовать. Вы должны, вы обязаны знать, чем занимаются ваши дети внеурочное время, вне дома, в выходные дни, в каникулярный период. Вы должны знать, с какими друзьями они общаются, что они делают, по поводу того, как их зовут, номера телефонов. И в последнее время мы стали заниматься вопросами наши дети все свободное время проводят в интернет-пространстве. Всю информацию они черпают из интернета. И в нашем чрезвычайном заведении мы ежемесячно проводим мониторинг социальных сетей, и много интересного. Видим, чем они занимаются, чем они увлекаются, и вносим коррективу воспитательную работу. Также мы просим родителей, уважаемые родители, вы должны знать, в каких социальных сетях состоят ваши дети. Должны контролировать это. Только в связи с родителями мы можем добиться нужного результата по профилактике негативных явлений и учебно-воспитательной работе. Но родители знают, как и когда реагировать на какие-то определенные поведенческие реакции ребенка? Конечно, работа с родителями проводится огромная, но нужно обратиться к родителям и сказать, чтобы они смотрели на своих детей в глаза им, чтобы они их слушали и чтобы они их слышали. Потому что сейчас, правильно мы знаем, что предлагается работа, быстрый заработок, и если ребенок вдруг родителю сказал, что я устроился на какую-то работу во время учебы, там время от времени он отлучается, или время от времени он дома случайно появляется во время... Значит, надо себе... Или средства дополнительные вдруг откуда-то появились, да? Какие-то средства появляются, да. Надо родителю отреагировать, посмотреть, что у него в интернете, какие у него сообщения, что за работа, с чем она заключается. Потому что, возможно, это какой-то магазин, интернет-магазин по продаже наркотиков. Вроде бы все просто, простое, внимательное отношение, но на вот эти взаимодействия часто не хватает времени. Контролировать, как получается так, что ребенок ночью выходит из дома, а родители не в курсе. Как такое может быть? Значит, надо смотреть за своими детьми. Кирилл Львович, снова к медицинской части. Каков процент ваших пациентов действительно эффективно поддается реабилитация? Точно сказать, не представляется возможным на сегодняшний день. И мировая статистика однозначно не скажет вам, не назовет точную цифру, потому что существует масса всяких реабилитационных центров, где используются свои методики, свои подходы в реабилитации этих пациентов. Каждый будет говорить, что их метод более эффективен. Но я считаю, что работа, которая проведена достаточно квалифицированно при условии желания пациента избавиться от зависимого поведения, принесет определенные плоды и достаточно даст большой процент положительных выходов из создавшейся ситуации. Ответили, как дипломаты, все-таки более конкретно. Ну, это 50 на 50, к примеру. Ну, понимаете, если я назову цифру 40%, те, которые будут считать себя достаточно... Эффективными специалистами? Нет, я имею в виду сейчас как раз пациентов, которые будут считать себя, что они не смогут выбраться из проблемы, я перечислю себя к 60%, они не придут за помощью. Ну что ж, будем считать, что это наоборот будет хорошим мотиватором добиться успеха. Давайте назовем цифру от 60 и больше. Кирилл Львовичев, вот еще хотел обратить внимание на достаточно спорное в свое время, когда зарождалась эта методика в регионе, механизм лечения, метадоновая терапия. Мы одни из первых, а если точнее первые в стране, взялись лечить зависимых наркотиками, наркотиками, верно? Безусловно, да. Это был пилотный проект. В Гомельской области выступила первым из регионов, взяла на себя ответственность за применение этой методики. И на сегодняшний день заместительная опиоидная терапия, она называется сегодня именно так, набрала свои обороты и распространена по всей республике. В каждом областном центре она есть и в ряде других городов. И применяется достаточно успешно. Следует отметить, что изначально ее цель сводилась к тому, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, снизить криминальное поведение у наркопотребителей. И это действительно оказало свой достаточно эффективный метод. На ваш взгляд, что первостепенно определяет эффективность лечения, восстановления, реабилитации? Медицинская база? И все ли в этом плане у нас есть для лечения? Или все-таки действительно осознанность пациента? Вы знаете, и то, и другое. Безусловно, осознанность пациента очень важна. Его желание и доверие к специалисту. И, безусловно, высокая квалификация специалистов, которые оказывают эту помощь. Одно без другого существовать для решения этой проблемы не может. Подведем черту в этой части. При желании восстановиться, возможности в регионе для того, чтобы встать на ноги и начать жизнь, возможно, с нуля, есть? Безусловно, есть. У нас на базе нашего учреждения функционирует прекрасное отделение реабилитации. Это наносит название на сегодняшний день реабилитационный центр «Ключ», где проходит реабилитацию лица, зависимые и от алкоголя, и от наркотиков, и в том числе игроманы. Специалисты подготовлены достаточно высокого уровня. Было бы желание. Было бы желание, да. Мы принимаем людей и по направлениям, тех, кто, может быть, уже стоит на счете у наркологов, в том числе в районах ЦРБ. И анонимно, пожалуйста, приходите. Программа медицинской реабилитации «Эдель Вейс», разработанная вашими коллегами из областной психиатрической больницы. Владислав Станиславович, расскажите, как она работает, на кого ориентирована? Данная программа работает на базе дневного стационара номер 2 нашей больницы. Она предполагает реабилитацию лиц, которые страдают наркотической зависимостью и алкогольной зависимостью. Работают непосредственно ряд специалистов. Это психотерапевт, психолог, психиатр и реабилитолог. Программа включает в себе 12 дней реабилитации, где полномерно и каждый день новый подход непосредственно к нашим пациентам. Программа хороша тем, что она анонимна. Анонимная предполагает большую, будем сказать, открытость наших пациентов перед специалистами. Эта программа хороша тем, что на нее поступают непосредственно лица, которые уже осознали то, что им необходимо пройти эту программу, и они готовы работать. То есть это не простое, например, принятие какой-то информации, какая-то пассивность, а вот как говорили коллеги, непосредственно это активность самого человека, который пытается воплотить непосредственно идеи нашей программы. Вроде бы все просто, но по ту сторону экрана те, кого касается проблемы, скажут. Но то есть самой осознанности добиться-то сложнее всего. Согласны с этим? Может быть, где-то тоже поддерживаете? Как сделать так, чтобы эффективно перейти на ступеньку выше и действительно захотеть себя поставить на ноги? По нашей практике к нам приходят пациенты, например, за месяц и за несколько недель до того, как они приступят непосредственно к реабилитационным мероприятиям. Значит, мы с ними, естественно, проводим беседу, говорим о том, что необходимо сделать, как необходимо подготовиться. Многие, например, берут отпуск для того, чтобы пройти реабилитационную программу, потому что это программа анонимная. Значит, периодически люди достаточно долго приходят к нам для того, чтобы поговорить и, может быть, что-то для себя прояснить. Конечно же, очень важно также взаимодействие с родственниками, потому что, будем говорить так, проблема алкоголизма или наркомании, она, это проблема не только человека, но и семьи, но также и социума. И поэтому люди, которые рядом с этими людьми, они также участвуют в том, чтобы помочь, мотивировать человека, направить его. Часто бывают люди, которые приходят к нам на реабилитацию, они иногда, бывает, недостаточно полно осознают, что они должны не просто отказаться от наркотиков, не просто отказаться от алкоголя, а они должны занять новую нишу в этой жизни. Будем говорить так, начать свою новую дорогу, которая не совсем так протоптана, это тогда, я говорю своим пациентам, когда в кошельке нет денег ни на наркотики, ни на алкоголь, когда в плане дня, который они хотят воплотить, нет ни одной минуты для того, чтобы употреблять те или иные психоактивные вещества. Очень часто, конечно, в нашей работе используется то, о чем говорили, именно занятость. Человек должен быть занят. И самое главное, чтобы эти занятия были достаточно интересными и продуктивными для этого человека. Проведение времени с семьей, непосредственно повышение своего культурного, образовательного уровня, физические упражнения, спорт, непосредственно отдых, какие-то другие мероприятия, которые притягивают человека. Однако однозначно это для многих лиц зависимостью открывает глаза. Такое ощущение, что они были, как будто бы их глаза были закрыты, и они в этой наркотической, алкогольной зависимости просто прекратили видеть этот мир. В результате, да, мы помогаем открыть глаза и повышаем их мотивацию. Учите видеть прелести реальной жизни заново, но как же, Кирилл Львович, известная фраза, бывших наркозависимых не бывает, можно ли раз и навсегда побороть эту проблему? Можно научиться жить без наркотиков. И это речь про жизнь с определенными правилами, постоянную работу дополнительную над собой на протяжении уже всей жизни? Безусловно, люди, которые выбирают этот путь, они идут этим путем. Это их стиль жизни, это их образ жизни, это их преодоление оставаться трезвыми, оставаться свободными от употребления наркотиками, ибо научиться в кавычках употреблять наркотические вещества не получится, это нонсенс. Самая распространенная причина срывов, наверняка, самая явно известная? Самая распространенная причина срывов, это, собственно, болезнь. Она и предполагает в своем течении периодическое наличие срывов. Вопрос в другом, как научить человека понимать себя, понимать, когда этот момент может наступить, и как научить его совладать с этими отрицательными, пагубными тенденциями в своей жизни, в своем поведении. Этому и учат специалисты Центра Ключ. Владислав Станиславович, вы уже говорили про то, что действительно очень важно, чтобы и родные оказали помощь, тем самым они, конечно, по понятным причинам становятся созависимыми. Это и их проблема. Родственники человека с зависимостью, они-то понимают, что чаще всего в большинстве случаев и самим нужна помощь? Часто они этого не понимают. Хочу привести пример. Значит, мужчина за 60 лет приводит своего сына, которому 40 лет. Значит, мужчина говорит вместо собственного сына, он говорит о том, что у сына есть проблема, а сыну необходима помощь. Сын в этот момент занимает достаточно такую пассивную позицию. Ну, мы заключаем непосредственно договора человек начинает посещать реабилитационные мероприятия, приходит время, и он опаздывает, потом он пропускает одно занятие, потом он не приходит в последующем. Значит, и как вы думаете, кто он в настоящий момент будет интересоваться? Ну, конечно же, отец. Он приходит и говорит, вот, я интересуюсь, как он проходит эти мероприятия, как идет реабилитация, а вот он не ходит, что мне необходимо сделать, при том, когда приходит непосредственно этот мужчина для реабилитационных мероприятий, то он как будто бы ни при чем. Отец наиболее активен в том, чтобы непосредственно сын поправился. Вот это типичный пример созависимого поведения, когда человек из родственников считает, что проблема непосредственно его ребенка это более важная проблема, чем, например, проблема его собственной жизни. Но здесь есть положительное, как минимум, то, что они все-таки идут к специалистам, и рано или поздно, если они опустят руки, то все-таки шансы на помощь велики. Если опускают руки родственники, то я хочу сказать, конечно, шансы на помощь невысокие. Важна, конечно, мотивация, но, вы знаете, иногда, так говорю с улыбкой о том, что мотивация должна быть не только у пациентов, но и у родственников. Давайте более оптимистично смотреть на эту проблему, потому что мы, например, проводим ежемесячно по субботам специальные мероприятия по просвещению и по обучению лиц из ближайшего окружения наркозависимых. Раньше это проходило в открытом режиме, сейчас это проходит в режиме онлайн, но все могут присоединиться. Что еще, наверное, удобнее, да? Да. С учетом всех перестраховок. Это определенного рода и тренинги, это определенного рода информирование лиц, как жить с человеком, который страдает зависимостью от наркотиков, как правильно с ним общаться и как отслеживать свои собственные модели поведения. Уважаемые гости, время, отведенное в эфире, подходит к завершению и по традиции у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Как правильно говорить сегодня о наркоопасности, говорить так, чтобы те, для кого эта информация слушали и слышали, как правильно бороться с этой проблемой? Я бы хотела посоветовать родителям не закрывать глаза на свои упущения, смотреть реально на себя, на свои поступки, потому что родители – это, как правило, образители продолжения своих детей. И все, что у родителей сделали неправильно, их ошибки – это в их детях. И здесь важно понимать, что не нужно опускать руки. Не надо, конечно. Признал ошибку, началось движение. Можно исправить всегда. Из движения. Ведь так? Да. Очень важно, чтобы человек был образован в том, что есть те или иные наркотики, те или иные виды зависимости. И, конечно же, в том, что есть виды помощи, которые принесут хорошие результаты. Информированность об этом, а еще и об ответственности, что тоже, наверное, помогает где-то не переступать черту красную. Конечно, родителям надо больше внимания уделять, больше разговаривать, больше интересоваться интересами детей. Если какие-то проблемы возникают в семье, не нужно стесняться, нужно обращаться к специалистам, нужно идти в учебное заведение, прежде всего, может, к психологу, может, к классному руководителю, к куратору, к специалистам другого профиля. Только совместными действиями можно побороть проблемы, можно предупредить, потому что в этом возрасте слишком много соблазнов, и покуда у молодого человека сформируется своя точка зрения, свой взгляд на жизнь, нужно ему помогать в этом. Кирилл Иванович. Я бы хотел немножко сказать о жестокости или жесткости тех запретительных мер и наказуемости, что касается распространения наркотиков. Сторонники того мнения, что в нашей стране могут быть чрезвычайно жесткие меры по пресечению наркопреступлений приняты, апеллируют в большей степени к тому тезису, что пока вас это не коснулось, вы будете ратовать за жесткость мер. Но, с другой стороны, если наркомания приходит в вашу семью, в нашу семью, как относиться к людям, которые пострадали от наркотиков, к их близким, к окружению, к их родителям, к их детям, что им, что они должны сказать по этому поводу? Поэтому, наверное, адекватность мер наказания, их неотвратимость должна быть на первом месте, а уже степень, сроки, наверное, уже все-таки наши правоохранители решат. И знания об этом должны как раз-таки стать мотиватором не нарушать. Безусловно, правовая культура должна развиваться в нашем обществе, и мне кажется, даже это должно прививаться в более раннем возрасте, чем сегодня и существует. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова